Всем привет! Сегодня попробуем провести тест запаса хода Tesla Model 3 Long Range 2021 модельного года. Мы сейчас заряжаемся на 3-х киловаттной зарядке в торговом центре, еще часик до полного заряда. Будем делать тест со скоростью по спидометру 150 км в час, это максимальная скорость, на которую позволяет автопилот, но реальная скорость будет чуть ниже, это около 146-147 км в час. Посмотрим, пожелайте мне удачи! Зимние спортивные покрышки Michelin Pilot Alpine 5 в стандартном размере Tesla 235-45 R18. Забыл сказать, что тест мы будем проводить по польской автостраде А1 на севере Польши, на отрезке между Гданьском и Лодзью. Хорошо, итак у нас уже 99% заряда, машина считает, что еще заряжаться надо 40 минут, но скорость зарядки уже снизилась до 5 кВт, а это значит, что идет финальная калибрация батареи. Напомню, что это первый раз я заряжаю машину до 100% от момента покупки. Итак, выбор маршрута, куда ехать. Цель была выбрать оптимальную петлю, чтобы с разворотом и обратной дорогой не надо было заряжаться. Есть два варианта. До узла Любич, поворот на Торунь, 240 км, до узла Тужна, 220 км. Tesla оптимистично подходит к расчету маршрута, потому что считает, что все ездят автострадами 120 км в час. А это не так, мы планируем ехать быстрее, поэтому будем доверять и Бетарут Планеру. Тем более, он нам уже подсказывает, что мы не доедем без зарядки обратно от узла Любич. И надо будет 13 минут заряжаться на заправке Лотос, а мы этого не хотим. Поэтому, скорее всего, придется ехать более коротким маршрутом через узел Тужна. Что еще показывает Бетарут Планер? Что мы уже заряжаемся очень медленно, уже 100% заряда, 271 км. Запаса хода 73,9 кВт часа. Общая емкость батареи с буфером ниже 0%. А между тем, машина прекратила зарядку, 100% мы выезжаем. Планируем большую часть времени проехать на автопилоте с максимальной длинной скоростью по автобану. Но сегодня довольно интенсивное движение и придется время от времени вытормаживать. Субтитры подогнал «Симон»! Как и ожидалось, Бетарут Планер лучше оценивает возможности Теслы, зная, с какой скоростью мы собираемся ехать. Поэтому он поддерживает свою начальную версию, что нам придется заряжаться, если мы будем продолжать ехать до Любича и обратно. А Тесла все еще считает, что у нас есть запас заряда. Но этот ее оптимизм на глазах тает. А как-то хочется закончить тест согласно плану. То есть не заряжаться по дороге, а вернуться домой с минимальным зарядом. Посмотрим, что из этого получится. Скорее всего придется ехать надужно. Мы проехали 71 километр. Затрат электроэнергии 241 ватт часов на километр. Сейчас 75%, 16-19. Запас хода 228 километров. Едем на пункт сбора оплат Тужно. На всякий случай сделаем себе буфер, чтобы хватило нам наверняка заряда батарейки. Это поворот на Ольстен за 30 километров. Ну посмотрим, как получится. 8 километров до поворота. Но мы потом еще сможем съехать с автобана позже, если нам останется запас батарейки. Расход энергии 253 ватт часов на километр. Проехали 102 километра. Температура 0 градусов Цельсия. Продолжение следует... Мы снова выехали на автобан. 56% заряда батареи. Проехали на данный момент 118 километров. Затраты 251 ватт часов на километр. Дует сильный встречный ветер. Был интересный момент. Секунду назад Tesla и Beta Road Planner показывали одинаковый прогноз. А потом АБРП откорректировал свое значение. И теперь прогнозируют приезд домой с 11% заряда батареи. А Tesla? Tesla показывает нам 18. Заряд 52%. 128 километров уже ехали. Растет наше энергопотребление. Уже 261 ватт часов на километр. Проехали 148 километров. 44% заряда осталось. Но еще немного нужно ехать. АБРП обещает нам 11% заряда по приезду. Оптимистично смотрим на эти данные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Окей, мы приехали. Остаток заряда 12%. Не хотелось в ноль разряжать. Затрата энергии 262 ватт часов на километр. Потрачено 62 киловатт часа на преодоление 229 километров. Теперь ставим на зарядку и будем подводить итоги. Всем привет! Самое время подвести итог нашего теста запасохода Tesla Model 3 Long Range 2021 года с тепловым насосом. Итак, что у нас получилось? Мы проехали 229 километров и потратили на это 60 киловатт часов. Я посчитал объем батареи за вычетом тепловых потерь у меня получилось 68,2. Ну, это примерно. То есть, может быть, от 67, около 9 до 68,5 киловатт часов доступно при скорости 140 километров в час плюс. Вот. Хорошо. И что это значит? Это значит, что если бы мы ехали до нуля, разряжая батарею в ноль, то мы бы смогли проехать от 100% до нуля на этих 68 киловатт часах 260 километров. Ну, это... Много это или мало? Ну, во-первых, таких дорог не так много в Украине, в России, в Белоруссии, где можно ехать 140 километров в час. Поэтому 260 километров это хорошо. Общая емкость батареи Tesla Model 3 Long Range типа E5D это примерно 73,8 киловатт часа. Это столько мне показывает BetaRoot Planner на основании данных, полученных из автомобиля. А это значит, что мы проедем в таком режиме 275 километров до полной остановки машины. Если использовать только половину батарейки, только 50%, то мы в таком режиме, с такой скоростью проедем 130 километров. Был ли этот тест максимально реалистичным или максимально лабораторным? Нет. Потому что мы не стояли, не заряжались прямо на автобане и не ехали до упора почти до 0% до следующей зарядки опять на автобане кругами. У нас была симуляция обычной семейной поездки. Представим, что мы едем к тёще и у нас большая часть дороги проходит через автобан и немножко там 14 километров или 10 километров на то, чтобы доехать до автобана и съехать с автобана в ехать в город или в село. Ну вот, такой у нас получился тест. А ещё хуже. Можно придумать дорожные условия? Можно. Если бы у нас была снежная буря, налипание мокрого снега, снежная каша, то есть самые худшие для электромобиля условия. Мокрая дорога, сопротивление к качению значительно возрастает, плюс сильный ветер. И у меня такая поездочка уже была. В такой погоде вы просто не сможете держать 150 километров в час. просто потому, что даже лучшая резина начинает скользить, машина начинает ёрзать. Я пробовал так ехать, это не было в удовольствии, и от этого очень сильно устаёшь. И максимальный мгновенный, ну, средний мгновенный расход, который я увидел на какой-то момент, когда мы ехали под горку с высокой скоростью, у меня был где-то 300 ватт-часов на километр. И при таких условиях мы бы проехали 227 километров до нуля процентов батарейки, 100 процентов до нуля. А на половине батарейки мы бы проехали только 114 километров. Но вы бы не ехали с такой скоростью. Обещаю. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы узнать, когда мне выйдет следующее видео. Меня это очень мотивирует, чтобы делать следующее видео. Если вам понравилось, приглашаю подписаться. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА